Расскажите, пожалуйста, что это за объект интересный, вы представляете, чем он знаменательный, чем он интересен и почему нужно прийти к вам и именно у вас купить эти замечательные апарт-отели. Хорошо, Егор, давайте я расскажу. Апарт-отель ЕС представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из двух зданий. Первое здание, 25-этажное, это апарт-отель и рядом с ним 15-этажное здание бизнес-центры. Объединены они общей с телобатной частью, в которой будет располагаться вся инфраструктура необходимая. Это и фитнес-клуб, и рестораны, и салоны красоты, и торговые галереи. Фитнес-клуб у нас с оператором ВИДЖИМ, оператор известный, большое количество сетевых клубов в Москве, то есть можно будет все посмотреть. Это принципиально новый продукт для рынка недвижимости, продукт инвестиционный, то есть в основном он рассчитан для инвестиций. Уникальность его в том, что помимо того, что вам не нужно тратить свое время на поиск арендатора и других моментов, то есть на ваших интересах будет работать профессиональная управляющая компания, которая как раз из-за вас будет заниматься отношениями с арендатором. То есть у вас вся эта ответственность снимается. Ну и, соответственно, мы берем себе комиссионное вознаграждение 10 или 20 процентов в зависимости от тех услуг, которые вы выберете. Апартаменты у нас даются полностью с качественной отделкой, с моблировкой, с техникой, сантехникой. То есть мы все это с вами можем сейчас здесь смотреть. Я извиняюсь, вы предвосхитили мой вопрос. Вот мы поговорили о самих зданиях. Да, я узнал, что 15-этажные, 25-этажные. Узнал, что есть, значит, у нас там будет фитнес-центр и какие-то еще деловые бизнес-центры. Но вот все-таки сама идея парт-отеля, в чем она заключается? Потому что вы сразу пришли к аренде и каким-то денежным. Что это вообще? Это просто гостиница с возможностью выкупить номера или что? Это как вообще? Что за жилье, не жилье? Это коммерческая недвижимость? Что это такое вообще в принципе? Ну, апартаменты, они имеют статус не жилых помещений, они полностью переоборудованы под жилые помещения. То есть в них можно проживать. Опять же, да, их можно рассматривать не с точки зрения инвестиций, а можно рассматривать с точки зрения проживания. Это действительно здорово, потому что здесь опять же вся инфраструктура под рукой. Время сейчас такой, ресурс достаточно дорогой у всех. И здесь как раз можно рядом работать, есть бизнес-центр. Можно проживать, можно пользоваться всей инфраструктурой и не ездить далеко. Что является несомненным огромным преимуществом. Отлично. И вот следующий тоже вопрос, который вытекает из первого и второго. Это однокомнатные, это студии, это вот у скольки вообще комнатные максимальные? Какие варианты есть вот этих вот апартаментов? Апартаменты у нас идут в студийной планировке, то есть все однокомнатные, от 27 до 43 квадратных метров. Ну, соответственно, стандарт, суперер и делюкс. Можем разные варианты с вами рассмотреть. Полностью сдается они с качественной отделкой, мебель из словении. Продуманная планировка, то есть здесь есть и кухня. Можно приготовить еду как самостоятельно в апартаменте, так и заказать ее в ресторане. И также вы проживаете в доме бизнес-класса. У вас есть возможность пользоваться всей сервисной службой, что в обычной квартире недоступно. И стоит, например, в два раза дороже, если заказывать ту же самую еду. Здесь это можно будет заказать практически по щелчку пальцев. Очень быстро. То есть сервис получается от отеля. Как в четырехзвездочном отеле. О, как в четырехзвездочном отеле. Отлично. И следующий тоже вопрос, который всех интересует. Все понимают, что если это коммерческая недвижимость, это нежилая, то, соответственно, будут коммунальные расходы уже помножены какое-то количество раз. Тоже немножко о коммунальных услугах и как они оплачиваются. И сколько примерно будет стоить? На самом деле коммунальные платежи здесь не отличаются от стандартной однокомнатной квартиры. То есть здесь вы платите эксплуатационные расходы. Опять же, понятно, что это сервис, это уборка мест общего пользования. Здесь действительно такой обширный список дополнительных услуг, которые входят в 120 рублей за квадратный метр тариф. На 30 квадратных метров, если мы берем стандартный апартамент, это выходит 3600. Ну и, соответственно, на все установлены счетчики. И по счетчикам максимум 1500 будет еще выходить. Ну, ориентируйтесь, что на апартамент 30 квадратных метров 5000, вот это максимум. Ну, а вот этот волшебный наш сборно-капитальный ремонт или какие-то там дополнительные услуги, это будет какие-то заложено, какая-то аккумуляция, капитализация и прочее? Что-то дополнительное будет собираться ежемесячная плата? Это все входит. А, то есть 5100 и, в принципе, можно забыть обо всем? Да, обо всем абсолютно. Это очень удобно. Причем в эти 5000 также входит еще и охрана комплекса, пропускная система. И действительно здесь достаточно обширный список, опять же, да, повторюсь. Вот, с ним тоже можно ознакомиться. У нас есть договоры, которые мы заключаем. Супер. Так, сейчас скупочку. Потому что большой файл получается. Так, отлично, разобрались, значит, с площадью, с высотностью и так далее. Переходим к самому интересному. Это цена. То есть цена, я знаю, что она почему-то варьируется в разных базах по-разному. И есть какие-то, может быть, конечно, не ваш апарт-отель, а 2,5 и есть 8,5. То есть мы с Максимом разговаривали именно о цене 8,5. И вот хотел узнать, какие же цены, вот именно на приобретение, на покупку. Несмотря на то, что мы действительно предлагаем принципиально новый формат, как для проживания, так и для инвестиций, у нас абсолютно доступные цены. Апартамент 30 квадратных метров можно приобрести за 4,990,000 уже полностью с качественной отделкой, с мобировкой, с техникой, с сантехникой. При этом также вы можете, допустим, приобрести проект для инвестиций и цена входа у вас будет 4,990,000. А доход, который будет приносить вам апартамент, составляет от 35 до 60 тысяч, в зависимости от сроков сдачи в аренду. В месяц? Ну, либо долгосрочная аренда от года и выше, либо на месяц, либо неделя. То есть здесь вы уже сами можете, в принципе, выбирать для себя наиболее оптимальный вариант. Ну и, соответственно, мы пойдем навстречу собственнику и готовы рассмотреть разные варианты. То есть либо предоставить долгосрочную сдачу в аренду, что, соответственно, дает определенную гарантию стабильности, да, в течение нескольких там лет. То есть на 2-3 года заключать договоры, либо все-таки поиграть с более высокой доходностью, сдавать понедельно или помесячно. Так, ну вот очень интересует именно вот это удаленное получение, своеобразное инвестирование. То есть вот человек, по чему я спросил, мы вроде бы слышали тоже краем уха, не знаю, насколько это правда, что якобы компания, одна из ведущих фармацевтических или косметических компаний, вроде как выкупила целый этаж, и там будет размещать своих сотрудников, правда это или не правда ли? И есть вообще такая возможность именно выкупить целый этаж, сколько там на этаже номеров? 24 апартамента на этаже, да, действительно у нас есть такая компания, которая приобрела весь этаж, и у нас сейчас в резерве есть как раз еще один этаж, который мы специально держим для инвестора, который планирует приобретать именно 24 апартамента и, естественно, размещать своих сотрудников. Ну а также мы будем сотрудничать с крупными компаниями, тоже размещать сотрудников, то есть это, можно сказать, одно из наших любимых занятий, потому что это дает и гарантию доходности, и, как правило, сотрудники компании, они готовы платить двойной тариф, то есть выгода, опять же, интерес, он имеет место быть, то есть такая история здесь будет хорошо работать. Также у нас есть проект, реализованный в Санкт-Петербурге, в Выборгском районе на улице Хашимина, апартаменты, там у нас тысяча апартаментов, и сейчас загрузка около 88%. Это уже показатель проекта, то, что он действительно работает, и в дальнейшем мы планируем выходить на регионы, и также еще планируем метро ботанических от строительства парт-отеля. Угу, супер. Так, ну... GAN-Петербург